Давайте, какие вопросы? Возвращается по поводу разного возраста Игрия Катама и Метхондриальной Евы. В сценарии здесь довольно легкие, просто тривиальные. Они являются потомками, вероятно, двух разошедшихся линий и потом опять сошедшихся. Причем прошедших так называемые бутылочные горлышки. Когда из, допустим, целого народа выживает всего один человек и продолжает линию уже, возможно, в другом месте с другими людьми. Поэтому и вероятность того, что мужская и женские линии проходят бутылочные горлышки в совершенно разные времена, очень простая. Потому что сколько было примеров, когда мужчин просто нафиг вырезали в истории. А женские линии оставались. Куда их там в рабство продавали? Себе забирали там тридесятыми женами? Ну, в таком случае, допустим, женские линии выживали. А кто их забрал-то тогда? Если, получается, мужчин-то не осталось? Включение Мармуро. Ну, вот тот самый Адам всех и вырезал. Ну, может, один предатель присоединился к спинопадающим? Честно, расскажет. Нет, есть вероятность того, что извержение вулкана Тоба 60 тысяч лет назад уничтожило практически все население. Там едва ли кто выжил из людей, населявших, из линии, населявших Европу и Азию, по большому счету. И если там кто-то вообще выжил. И мы на сегодня не знаем, где жил хромосомный Адам и хромосомная Ева. Вот на сегодня это есть предположение по археологическим культурам. Я много видел, люди публикуют эти свои взгляды. Но фактически должно получиться, там разрывы, Игорь Рожанский определял возраст гоплогруппы предковой для евроазийских линий, гоплогруппы BT. Вот получалось, как раз где-то, все обращают внимание, что это совпадает с извержением вулкана Тоба. Супервулкантом рванул, всех пеплом где-то посыпало и загнулись все. Тогда должны были хоть и на лоб, то хоть и в Африке выжили, да? Ну, в Африке вот как раз-таки выжили самые древние линии. На сегодня в Африке мы имеем три линии А, А0, А00 по мужским линиям. А женские линии в основном все идут от одной и той же женщины, там гоплогруппы L. И в Африке в основном гоплогруппы L. И по-моему, сейчас я так не буду точно рассказывать, сколько там чего. Но фактически должно получиться, что хромосомные Адам и хромосомные Ева – это просто потомки. Мы – потомки уже сошедшиеся двух совершенно разных популяций. Разошлись и снова сошлись. То же самое, что он сказал под другими словами. Вот смотрите. Вот был Адам, да, Игорь к хромосому. Вот была Ева. Изначально. Через определенное количество лет, значит, их потомство составило определенный народ, популяцию. Происходит… Их потомство – это сколько человек? Около тысячи человек. То есть они вдвоем нарожали тысячу человек? Тысячу, там, десять тысяч. Твоем? Ну, за… Один человек. Я говорю, их потомство в поколении. Хорошо, поколение. То есть там были еще дети, еще дети, еще дети. Короче, сейчас… Я думаю, на скрещивание, скрещивание внутри… Сейчас я просто объясняю, почему у них разные… Это не привело к гибели? Ну, там какие-то, видимо, еще были линии, которые мы не знаем, почему они не исчезли. Сейчас давай просто вопрос, отвечу один. Получается, что нет Адама, не Ева, есть еще какие-то… Ну, мы же не знаем, тут, может быть, еще какие-то линии были. У тебя путается, что это библейский Адам и Ева. Просто условные Ева. Нет, почему? Она достоин, что… Нет, давай сейчас на два вопроса. Путем регрессии обратно предполагается, что у нас только единственный Адам, единственная Ева. Не библейский, а именно физиологический. Один Адам, один Ева. Вы просто… Адамят вопрос. Владимир, сейчас отвечаем на один вопрос, а потом на твой. Какой первый вопрос, почему у них разный возраст? Был, значит, Адам и Ева, генеалогические планеты. Через некоторое время их потом составило 10 тысяч, тысячу человек. Да, вот это определенная популяция. Это люди, да? Потом происходит какая-то катастрофа, и погибает мужское поколение. Мужское поколение этих людей. Остаются в основном женщины. И один мужчина. Вот они как бы… Вот в науке считается, это как раз этот мужчина, который один остался. Адам он, понимаешь? То есть, получается, здесь разрыв какой? Вот ты спрашиваешь, сколько здесь лет прошло. Значит, митохондриальная Ева, ей где-то 200 тысяч лет тому назад, да? Она жила. По идее, Игорь, хромосомный Адам тоже должен жить около 200 тысяч лет назад. Но его отсчитывают вот отсюда. Никого не осталось просто. Просто потомство жило, погибло, а тут остался один мужчина, и заново как бы новый народ пошел. Ну, у него просто разные женские линии. То есть, как скажем так, линия это женская, одна получается? Изначально была одна. Сейчас… Черная одна, одна таки, продолжу. Заткуда? А зачем? Мутация рождается, новая линия появляется. Новая линия. Короче, почему так, по-другому вопрос задать, если… Почему так получилось, да, что в генетике, в генетике возраст Евы, метахондриальной Евы, 200 тысяч лет? Нет, другие хромосомы. А Адаму, возраст Игорь, хромосомного Адама, 60 тысяч лет. Смотри, 40 тысяч лет разрыва, да? Как может быть 60 тысяч лет? Я тебе говорю данные… Когда в Эрмитаже лежат, грубо говоря, наконечники копий, 300 тысяч лет. Да подожди ты. 400 тысяч. Ну, 500. Да подожди ты. 500 тысяч. Да подожди ты. Ты сейчас… Давай на один вопрос ответим. Ладно, дай 600 тысяч. Ты пытаешься сразу раз на другой вопрос. Потому что вот этот Адам, который жил 60 тысяч лет назад, остался одним единственным выжившимся мужчиной, который… Который потомка был вот этого Адама. Хорошо. То есть у нас получается, что Ева 200 тысяч лет назад. Да и до Евы тоже были другие женщины. То есть еще и до Евы были другие женщины? Были, были, а дальше не знаем. Сейчас говорим про то, что женщин тестируют, все их женские линии восходят к возрасту 200 тысяч лет тому назад, общие. Понимаешь? На всей планете. Да. Пока с тех, которые в базе есть. Я понимаю. Так об этом, в Эрмитажеан, ты про какое количество пары? Там полное тесто определяет 16 тысяч, 500 тысяч чем-то. То есть мало совсем. Теперь второй вопрос. Почему? Там низкое разрешение. Подожди. Что записать? Там методомерами ВНК низкое разрешение. Теперь же на вопрос Владимира. Почему в Эрмитаже находят наконечники копии, которые он там, пускай, 400, ну не знаю, ты стал 600 тысяч лет. В Эрмитажеан 400. Сколько? 400. Ты 400. Ну пускай 600, да. Ладно, чтобы не поругались, каждому угодим. Вот возьмем самый древний. Почему там такие копии находят, если метахондриальная Ева жила 200 тысяч лет назад? Да очень просто. То же самое бутылочное гормышко они могли еще раз проходить. Может быть здесь тоже были Адам и Ева, которые жили 600 тысяч лет назад. Также было поколение, которое вымерло. Остались опять два человека. 60 тысяч лет назад, скажем, женщин больше просто осталось, а и один мужчина, и все, понимаешь? Чем вся фишка. То есть там несколько раз такое могло происходить. Вот ответ на твой вопрос. Просто не надо с бельгейским мифом путать. Я не путаю с бельгейским мифом. Не было начала. Я раз и говорил о физическом. А ты не путай, общаясь, наверное, сейчас. Начала не было. Нет, было бесконечное... Нет, начало было какое-то. Вот одна версия, либо это была другая цивилизация, либо, скорее всего, несколько раз это было бутылочное гормышко. Вот, допустим, сейчас взять, всех мужчин уничтожить, и одного мужчину оставить. И он будет Адам. Это будет уже новый Адам, понимаешь? Вот когда надо стать Адамом, короче. Надо... Да, информация будет потеряна у всех премьевших. Либо и разнообразие экоплотипов рассчитаться уже только от этого Адама. Или, допустим, взять вариант. Сейчас все люди погибнут, только два человека останутся. Мужчина и женщина. Все это будет новая Адама и Ева. Можно придумать? Куда делись те погибшие, которые 60 тысяч лет назад погибли? Исчезли? Смотри, если была сильная... Сколько их было? Про А0 и А2 0. Вот. Сколько они, каким возрастом они заходят? Вот. Хороший вопрос. Значит, смотри... Разми другой маркер, блин, он не пишет же уже. Разми маркер другой. Хороший вопрос задает. Ну. Вот. Значит, возраст Адама прочитали, 60 тысяч лет. Откуда взялись А2 0, А3 0 и прочее? Вот как раз нашли какие-то одиночные линии, которые восходят к тому еще Адаму, который жил вместе с Евой 200 тысяч лет назад. Это какие-то... А это податировано. А? А это податировано. Для 2 0. Да, да. Они уходят тоже к этому возрасту. Сейчас вот опять. Технологиям посчитали и по СТР, Игорь Львович считал, с Клёсовым считали, они опубликовали работы по этим... Ну, и две работы. Они представили по супермедленным СТР маркерам и в черновом варианте люди прикинули на разных ресурсах, что по СНИПам посчитали, тоже примерно сходится, что получили по СТРам. Данные там, значит, 160 тысяч лет до общего предка с гоплогруппой А, вот нашей евро-азийской БТ-макрогоплогруппой. Ты говори Адаму, они не знают А. Нет, ну, Адам это вообще... Возник очень громадный спор, кого же считать анатомически современным человеком. Скандал возник, когда протестировался какой-то американский музыкант, ну, просто вот, африканского происхождения. Что получилось, а вот его результат отбросил общего предка всего человечества, это был первый шок, который произошел, до нахождения более ранних линий, до 160 тысяч лет назад, ну, примерно там. Какой гоплотип-то был? Гоплотип из гоплогруппы А. Нет, А-два-ноля. А-два-ноля? Перри, это музыкант Перри. Да, короче. Значит, и возник скандал. То есть, гоплотип его обозначили, да? Нет, 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 а-два-ноля это в Западной Африке пигмей. Это их протестировали. А он еще более древнее. Камбермуни и еще кого-то. Нет, 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 вот они еще древнее. А, ну, значит, А-два-нолем просто, А-два-нолем. Да, кажется, вот эту вот А-ноль выделили ему. Да, я сейчас уже не стану. Там сейчас А-два-ноля и С-а-три-ноля, то есть, все древнее, древнее. Нет, ну, подожди, А-два-ноля пока что крайнее. Да? Да, давайте остановимся. То есть, по-моему, он оказался А-ноль? И когда... Еще А-ноль других нашли? Да, и несколько гоплотипов, есть несколько человек нашли, африканского происхождения, они все из-за довольно какого-то компактного расселения там в Африке, ну, какие-то племена, потомки. И, то есть, они выжили вот где-то вот таким кусочком маленьким там у себя. И вот в связи с этой датировкой возник первый раз, первый раунд скандала. Кого считать анатомически современным человеком и куда, и кто ж такой Адам? Почему? Потому что одно время считали анатомикли моден хьюман и бейхейвирли моден хьюман. То есть, человек, который там зажигает огонь, орудия труда, культура, музыка. Ну, если вспомнить, когда мы в школе обучались, датировку давали, ну, 50-60 тысяч лет назад. А тут возникает скандальная ситуация. 160 тысяч лет. Человек вполне нормальный, успешный, зарабатывает большие деньги. А он человек анатомически современный. И возникло очень... Человек и он... И потребовало, и нам сейчас потребовалось всем отодвинуть вот хромосомного Адама и понятие анатомически современного человека гораздо дальше в историю. Фактические данные получились. Вот, как вы спросили, какие результаты генетические вот так вот переворачивают наши... То есть, предыдущий кандидат на Игоря Кадама был 60 тысяч лет назад? А после этого Перри стало 160 тысяч лет назад? Да, 160. А на сегодня... И его, эти несколько людей, которых еще потом нашли, они тоже подтвердили эту датировку, по сути? Да, они подтвердили. То есть, получили несколько гаплотипов и по ним по СТРам посчитали возраста. И после полного секвенса генома, ой, не генома, полноценных исследований Y уже сделали. Там по СНИПам им тоже посчитали примерно та же датировка. Хорошо, сейчас ты скажи, а потом ты имеешь в виду, да? Просто другими словами, он про что сейчас говорит? Раньше ученые думали, что вот только один мужчина выжил, да? Один мужчина выжил, от которого произошло все человечество. Оказывается, выжило как минимум два. Один из них был потомком Пири, да, как минимум. А другой был потомком... Пири. Пири, а Астабаба был вообще всех остальных. Да, большинство... Пири, а второй был 99% человечества от него произошло. То есть, суть в чем? Просто нашли человека, который так же происходит. Вот просто вот этого нашли одного, который первый происходил. Сейчас еще одного просто нашли, который от того происходит. Нет, это мы все поняли. Вот и все. Так, теперь по поводу А2-0. Пигмеи, да, Пазахстан? Да, это пигмеи. А что так поздно? Сейчас расскажешь. А, слушай, руки до них дотянулись. Вот хороший вопрос. Африку... Так, она настолько ужасна... Заниматься генетической генеологией, первое, что приходит в голову, а пигмеи... Стой, стой. Ну вот их протестировали. Ну, мы сейчас про разные вещи опять говорить. Их тестировали, но тех результатов... Там, других ГОППЛ, там их тоже несколько przypadku. Было несколько ГОППЛ. Просто первая выборка попалась. Те, которые происходили от этого. От которой 99 человек происходит. Как это? Просто годплогруппа А. Да, от него произошло. А сейчас нашли среди них пельмеев, еще народ в Камеруне, которому досталось А-00. А-00? Да, А-00. А это, по-моему, на 200 тысяч лет тоже уходит, да? Вот там, прикидывали... Почти с Евой, да, они там рядом. Вот они где-то, возможно, да, где-то там пересекаются, вероятно. А вот все женские линии, видишь, они восходят 200 тысяч лет. Если сейчас найдут какую-то женскую линию, скажем так, 400 тысяч лет ей будет, да? Опять все тут лениться. А на сколько распространено в Африке подобное тестирование? Очень плохо. В Сомали протестированы только те, кто в Европе живут или в Америке. Потому что кто поедет в Сомали тестировать? Нехороший ответ. Никто. Не, ну кто-то поедет. Ну, тестировать, тебе нужно забрать материал, тестировать, это уже... Ну да, там, несомненно, там еще... Ну, в Африке, это не только Сомали. Это просто пример. Вот туда, там почти не копались, по большому счету. Это неисследованный континент. Там много интересного. Здесь много находят... Вон, на Урале нашли... У кого? Что именно? Гоплгруппу F2, да? F нашли, да. Ну, это предковая вообще. Это предковая, она тоже... Если дерево рисовать, она... Или нарисуют вкратце дерево, чтобы они поняли, о чем вещь идет. Ну, если, грубо говоря, от корня идем, там, этот товарищ, уходит А с разветвлениями, там, А0, 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 а до нас идет БТ, здесь, это пусть будет БТ, это вот тот человек, который выжил 60 тысяч лет назад. Предположительно, Аравия или Ближний Восток, там он выжил. Дальше идут гоплогруппы C, здесь, C, F, по-моему, вот как раз F распадается, C, F. Во, 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 да я дальше продолжу. Вот, C, F, они распадаются на C, вот, F, а T, вот это все остальное, вся вот эта палитра происходит. И вот мы, наверное, нашли вообще отдельную линию F. Знаешь, сколько лет? Ну, мы нашли. Морские лет? Недавно, буквально месячные. Да, месячные. Но это важный факт, давайте его за эзерксизмом. То есть у нас в Урале в каком районе? Ну, короче, на Южном Урале нашли какую-то довольно реликтовую линию. А вы сегодня человек, что ли? Да нет, а почему какой-нибудь человек? А вы где-то в камеру вожжете, значит, что-то. Это все Homo sapiens. Нет, я имею в виду. Как он выжил, все задаются вопросом. Как они выжили? Тут происходит от этого F, там, сколько, несколько миллиардов людей происходит, а тут он один, понимаешь, происходит. Вот чем разница. Почувствую разницу. Да, нет, почувствую. А не могло бы, что у него просто какая-нибудь мутация случилась? Смотри, Влад. Переликтовая в обратную сторону. Нет. Нет, нет, нет. Там по комплексу определяют. Вот это называется дерево гоплотип, дерево гоплогрупп, вот они. Гоплогрупп, да. И здесь вот эти цепочки уникальных сник-мутаций, вот по ним определяются. И вот они вот из поколения в поколение тянется не одна какая-то сник-мутация, а целый комплекс. Господа, вы можете взять из Википедии и себе... Смотри, сейчас любой, вот помнишь, мы в прошлый раз говорили, Булат, мы думали, что у тебя А4-0. Я не читал. То есть представь, сейчас любого в Евразии найди, у него раз так дерево уйдет, аж туда-туда-нибудь, представляешь? Вот давай протестируйся, Володь, всякое можно. Да, давай. Нет, если кто в Евразии найдут А4, согласись, это будет. Чтобы было бы открытие. Это уникум будет. Ну просто... Как он попал? Так же, как вот... А вот как вот этот один Ф выжил? Он один, понимаешь? Егор, вот... Выжил, как он туда попал? Как? Выжил, тогда где они находились? Может, он там всегда и будет? Он из Африки, что, один пешком пришел, из Африки? Да нет, это, может, его взяли в плен, привезли, там, и так далее, и все такое. Вот уже Ф должны были идти откуда-то с Ближнего Востока, где-то там, ЦФ, где-нибудь до Кавказа. То есть, однозначно предполагается, что самые первые вышли за Африки? Я... Дело в том, что здесь вот очень большой тоже вопрос. Дело в том, что это за последние 30 лет каким-то образом постулировано. Есть некоторые привязки к археологическим данным, но кто-то всегда имеет обоснованное, отличающееся мнение, и вопрос возникает, ну, хорошо, в Африке выжили вот редкие линии, вот эти вот А, там, редкие Б тоже есть. Еще, наверное, про которых мы и не знаем, и не подозреваем, неизвестно о каких возрастах. А вот здесь была конкуренция очень большая. Евразия? Да. Расскажи, в Африке находят Ф? В Африке нет. Да нет, в Африке... Подождите. В Европе находят Ф-3. Это еще не исчезнувшая гоплогруппа. А кто это? Они рассеяны. То есть, привязки к какому-то народу нет. Если, допустим, Р-1А или Р-1Б как-то относительно хорошо привязать, или, допустим, гоплогруппу Т привязать к наследникам огнепоклонников, то это, допустим, хорошая такая корреляция. Или там G-1 привязать к авраамическим и G-2 религиям. Причем обе гоплогруппы, хотя они вот так вот расходятся во времени, на 18 тысяч лет или сколько там больше. Но вопрос в том, что вот прошли вот это вот бутылочное гордышко, и в Африке сохранились А, Б, А гоплогруппа Е, которая отдельно вот тут идет, она где-то там С, Д, Е. Где-то тут должен быть... И в общем группа Д, Д. Да, есть где-то тут Д, Е. Ой, Д, Е. Да, распежалка неделю этого в Википеде. И есть и Д, и Е. А вот Е имеет такой возраст 50-60 тысяч лет. Вот 50, порядка тысяч лет. 40-50 тысяч лет. Не помню сейчас. И они появились в Египте по прикидкам 6-6,5 тысяч лет. Это очень четко привязывается к распространению земледелия в Северной Африке. Поэтому... Я почему вопрос задал-то? Сверху, что все люди пришли из Африки, это только на основании того, что мы там нашли этого человека, не означает, что оттуда пошли. Говоря, мы... Люди могли бы, не знаю, там где-то под Питером, так сказать, что называется, зародиться, а потом разойтись и прийти в Африку, и потом уже из Африки снова вернуться сюда. Вот именно об этом разговор идет. Вот именно люди так и говорят, что в Африке линии очень хорошо выживают, по большому счету. А вот здесь вот у нас и конкуренция, и вулканы взрываются. И культурная традиция постоянного геноцидов. Да, в каких-то местах больше, в каких-то местах меньше, и поэтому... Но это не важно, главное, что они здесь были. То есть выжили они здесь, не выжили. Другой вопрос. Вопрос в том, где зародилась жизнь изначально. Владимир? Вот я говорю, что примерно два года назад началась вот эта дискуссия, и она продолжается по сей день. Однозначного ответа нет. В книжке попало именно постулированное происхождение из Африки. Насколько корректно оно по отношению к археологическим данным, я бы вот этот вопрос с большим счастьем, радостью приадресовал археологам. Пусть они отвечают на этот вопрос. Вот ты задал вопрос, есть ли в Африке фе, дай, допустим, гоплогруппу, иди сюда. В Африке даже может быть гоплогруппа Р1Б. По какой причине? В той же самой Камеруне. Там Р1Б где-то в Центральной Азии зародилась, доходит там до Урала, спускается на Кавказ, и одна ветка уходит в Северную Африку. Сейчас в Камеруне, там среди народа Мандара, находят это племя, у которых Р1Б. Так оно в Африке, конечно. Может быть, это Р1Б не пришло ни оттуда, ни оттуда. Нет, нет, нет. Нет, просто по мутации проследили. Вот сейчас объясняю. Вот ты говоришь, есть ли в Африке фе. Есть, если туда была миграция обратная. Вот эта Р1Б зародилась аж в Центральной Азии, дошла до Камеруна, одна ветка. Последить можно, что это дочерняя ветка, что они идут отсюда, по СНИПам видят. То же самое и с Фе могло быть. Фе, где может быть в Ближнем Востоке возникла, могла произойти миграция обратная. Все, что угодно могло быть. А насчет того, что человечество в Африке или не в Африке возникло? Сейчас две теории есть, и часть ученых не исключает, что может не в Африке. То, не то человечество, в котором мы имеем в виду, ну, не все человечество. То есть, часть человечества, по мнению ряда ученых, произошло не в Африке. Ну, короче, нужны факты и все. Надо с фактами работать. Пока фактов таких нет. Интерпретаций несколько, и они пока однозначного предпочтения, ну, люди не хотят давать по разным причинам. Но в учебниках мы уже имеем, в общем-то, рассказанное именно африканское происхождение. Я еще добавлю. Вот почему у африканского происхождения есть один существенный плюс? Самый существенный плюс, самый древний каплокруппу в Африке находится. Да. Вот. Плюс это, понимаешь? Если ты навешешь сейчас Евразии, вот я возьму у тебя тест, и у тебя кажется А7 нолей. Все. Еще 7 нолей-то? Еще 4 ноля. А5 нолей же отдали другим. А мы только 2 ноли отдали. Понимаешь, Владимир, и все, ты весь мир перевернешь. Все начнут говорить, что все вышли из-под Рязани, там, или, не знаю, из-под Багадана. Вот. Все древненькие каплокруппы в Африке находят. Так, хорошо. Ну что, значит, все, по теории закончили? Ну так теперь вот, начинаем. В чем суть вот этого скандала-то, связанного с Осетинами? А, с Осетинами, там таких скандалов довольно много. В общем, Клюсов написал 1 или 2 статьи по этому поводу, сейчас на переформате это есть. Дело в том, что по ДНК данным они оказались в основном просто родственниками грузин. Ну, понятно, все. Да, и расходились в основном с, естественно, оказались на Кавказе, большая часть Осетин. Это именно когда гоплогруппа G-2 мигрировала на Кавказ, просто уходила из Западной Европы после того, как туда появились вот сегодняшние западные европейцы. G-2. G-2, да, оттуда просто уходила, как и все остальные. Хорошая привязка к распространению G-2 это картвельская группа языков. Грузинский язык, другими словами. И есть, была попытка, и она остается, и сейчас особенно осетинские энтузиасты пытаются все-таки привязать G-2 к распространению индоевропейских языков, семей, что именно они были корневыми носителями индоевропейского языка. Но дело в том, что они появились в Европе с неолитом. Это одновременно распространение сельского хозяйства в Европе вместо охоты и собирательства. Вот есть четкое появление культуры линейно-линейчатой керамики. Вот было давно известно, что вот с Ближнего Востока, с Анатолия двигается эта культура. Вот определенный антропологический тип, который, еще также известно, принес вполне определенный аутосомный комплекс в Европу. Тот комплекс, который мы знаем как южноевропейский или даже более как кавказский сегодня. Значит, вот такую внешность. Это была серия очень успешных культур. Но дело в том, что с их распространением связана другая группа языков, вероятнее всего. И с выжившим наследником этой целой группы языков, например, рецкий язык в Альпах. Это уж точно не индоевропейский, это изолят. И главным аргументом против индоевропейства именно G2 является на сегодня лингвистические данные. В том смысле, что распространявшиеся из ямной культуры охотники-собиратели, уже на конях передвигавшихся и на колесницах, знавших колесо, вполне воинственные и основавшие культуру шнуровой керамики, люди, современные индоевропейские языки имеют сельскохозяйственную лексику именно из неолитического вот того сельскохозяйственного уклада. Как мы уже знаем, по ДДНК, древним ДДНК, там находились именно группа G2. И поэтому видится несостоятельная попытка привязки распространения... Да, это все понимают. Так этот человек, который был в самом начале R1-A1 средиосетий, но там и остался один? Но он имеет в виду, сколько вы средиосетий на R1-A1, там всего один человек? На сегодня там что-то меньше полупроцента, статистическая погрешность... Когда-то я видел данные, недавно совершенно, там они давали R1-A1 какую-то большую статистику, я понимаю, что это было два сетина просто было. Да, вот вероятнее всего, да. Очень хороший вопрос. Что такое выборка? Тестируют 20 человек, 20. Два из них R1-A1. На 20-ти людях неперспективная выборка. Вот мне один написал, один написал, у туинцев R1-A1, у туинцев R1-A1. Я спрошу, сколько тестировали человек? 20. Все, можно тему закрыть. 20 человек курицеп, это не показатель... 20 это нормально, и по 20 еще можно... Проблема осетинов и грузин в том, что осетины говорят, что они не грузины, а на самом деле это одно. Можно это все расстроить? Дело в том, что, допустим, товарищ Джугашпили, наш великий вождь в свое время, оказался потомком осетинской линии G2. То есть он осетин, не грузин? По отцу он был потомком осетинов. Вот точно, вот класс осетинский, да, по игре ДНК, вот он точно. По матери, да, он там грузин, особенно спорить и не приходится. Я не знаю, на каких языках он разговаривал и как, но... Я вижу, что проблема грузин и осетин в том, что они пытаются друг от друга отделиться, хотя на самом деле являются одним. Ну, как бы сказать, одним народом они не являются, они имеют общее происхождение там нескольких родов. Я бы вот так, наверное, сказал, потому что языки разные, культура, ну, я не знаю, ну, наверное, где-то там они здорово отличаются. Нет, не очень. У них христианство в Осетии идет с Грузии. То есть у них, в принципе, культура христианская, у осетин и грузин. Причем у осетин, наверное, так сняться, который шел из Грузии. По языкам они, да, разные. Ну, черт, Кристина, как бы тут поспорил, но хорошо. А мингрелы, они тоже как кирквели, такие же по генетике казались? Да, это все кирквели. Они там, основная гоплогруппа и у осетин, и у картвел это G2. Нет, я про мингрелов спрашиваю. А, мингрелов, вот существуют флуктуации от местности. Там где-то G2 будет больше, где-то G2, где-то R1B начинает зашкаливать. Тут G2G, а ты путаешь буквы G. Я не путаю. Нет, люди могут путать. А, ну хорошо, ладно. Значит, такие изменения процентов по регионам существуют. Точно так же, как среди русских существуют. Допустим, на севере у русских гоплогруппа N. Ну вот, сам Димель, фенолог. О, поздравляю, да. Вот, допустим, или если куда-то в Полесье, в Белоруссии уклоняешься, там гоплогруппа I2 резко повышается. Да, то есть именно в Полесье там. Да, Балкан. Да, ну там специфический. А как в Белоруссии уже из славянских народов Итвалии не больше всех одинаковые. Ну там, считай, всякие там, Вещан, Славянцы. Ну, я понимаю, Ашкеназов, Левитов. Ну, их неинтересно брать в этом смысле. У них своя специфическая статистика и свои специфические кластеры, вообще привязаны к совершенно другим процессам. Поэтому... То есть как это? Ну, напрямую их вот процессы не касались вот как... Ашкеназы, Игорь, вот у Игоря Львовича Рожанского есть мнение, что, и он к нему, относительно него сильно держится, в том смысле, что, допустим, большинство Ашкеназских линий произошли где-то в верхнего течения Рейна. Где-то там тысяча сто лет назад. В основном. Нет, это я просто даю примеры. Да, ну, все равно. Ну, например, он думает так же, как я, это не странно, да. Я... То, что ему известно, скажем, про украинцев. Тема горячая. Украинцы, из того, что мне вот лично стало известно, что... Дело в том, что интеллигенция уже больше ста лет, лет сто пятьдесят, там, украинская, она, да, существует, украинское движение, всегда обосновывала какую-то сильную разницу с москалями. Я вот в последний раз поругался по этому поводу, поэтому у меня до сих пор чувства кипят по этому поводу. Но получается так, что на Украине повышен процент гоплогруппы Ай-2. И, как оказалось, среди вот националистов-украинцев, по каким-то вот статистическому случаю, оказалось много гоплогруппы Ай-2. Ну, это естественно, потому что... Ну, сейчас это Балканы в основном, сейчас. А раньше это была Центральная Европа. Охотники-собиратели Центральной Европы, грубо говоря. Короче, Южно-славянские компоненты. Сейчас это Южно-славянские компоненты. Они более беременны, чем 0.1. Да, в Европе они находятся дольше. Автоктоны. Это автоктоны Европы. Автоктоны, конечно. Так нет, так все-таки есть разница. Мне Булат присылал ссылку на статью польских исследователей, которые брали 150 или 160 человек по Львове. И там ярко важна разница склятой этими... Эр-1б, этап Е-1б. Эр-1б, они, как ни странно, ближе всего, я так прикинул, они к словакам. Е-1б еще, ну тоже есть, да, к словам. И при этом у них полностью отсутствует, в общем-то, определяющая для русских N1C. Да, вот чем Украина отличается, это низким уже процентом N1. Да, то есть его вообще там не было ни одного. То есть это утверждение о том, что русские и украинцы являются неродственными нациями? Нет, нет, большинство украинцев русских родственников. Большинство родственники хотя бы в последних поколениях уж точно, потому что помимо Y-ДНК существует аутосомный комплекс. Это остальные 22 хромосомы человека. У украинцев все равно основная гоплодруппа R-1а. Да. Потому что есть районы, вот типа там, вот он говорит, Львов, там еще какие-то. Здесь другие гоплодруппы. Но это не все украинцы. Ну на R-1а там тоже была самая массовая, я могу сказать. Ну да. Я вычисляю, что у словаков. Просто там много R-1b, N-1c полностью отсутствовало. Что в общем-то правильно, потому что украинцы давно говорили, что русские это на самом деле не славяне, а финно-угры. Нет, вот это вот совершенно не так. Вот точно не финно-угры, а именно несли индоевропейские языки по факту. Кстати, Клёсов написал статью, кто делает из Украины необитаемый остров. Кто так сильно разругивает народы. Вот по этим ДНК данным. Он написал про гоплотипный национализм. Это вот то, что я объяснил. Но по факту, почему вот этот процент различается у русских и у украинцев, это называется субстрат. Разный субстрат. Потому что шли, когда болтославяне R-1a, и мы должны сказать, вот получается по всем расчетам, я полагаюсь здесь всецело на Игоря Рожанского, в том, что где-то пересечение R-1a и гоплогруппы I, оно где-то вот недавно, ну, где-то там за две тысячи лет от сил. И до этого жили разными народами. А территориально? Территориально центральная Европа, восточная Европа. Но жили раздельно. То есть R-1, так называемые русские, R-1, A-1. Болтославяне, лучше сказать. Болтославяне. Они жили территориально. Все те же территории, но рядышком. Вот так. Можно считать, что это было примерно что-то вроде шахматного порядка. Центр. Центр. С Украиной они существовали. Ай, гоплогруппа здесь, это собиратели-охотники, они жили несколько таких кластеров по Европе. Очень с низким процентом популяции. И когда пришли из ямной культуры, уже распространялись R-1, превращались в культуру шнуровой керамики. Кстати, это тот, который нацисты ввели свое арийское происхождение. А по факту мы ведем R-1 оттуда. Это и были болтославяне, получается. Потом распространились аж до Урала, включая фатьяновскую культуру. Я потомок вот тех людей, как раз, которые аж до Урала добежали из центра Европы. Я понял, я так к чему веду. То есть, грубо говоря, везде говорится, так сказать, Киев это мать... Городов русских. Городов русских. Киев изначально русский был или украинский? Украинцев не существовало тогда. В смысле гоплогруппы? В смысле гоплогрупп, если брать проценты, на сегодняшний день мы, к счастью, не знаем. Я даже в какой-то мере радуюсь, потому что иначе начались бы процентные войны. Но ответ состоит в том, что когда болтославяне шли и уже были болтославянизированные народы, распространение было постепенно. Дело в том, что когда культура шнуровой керамики существовала пять с половиной тысяч лет назад, есть предположение, что она уже существовала шесть тысяч лет назад. Где? Это от середины Германии и аж до Урала, считаете. То есть вот эта историческая территория, которую мы знаем как болтославянскую... То есть это была единая гоплогруппа? Это было распространение R1, а вот этих наших, вот моих линий, вот, вот наших линий, вот мы вместе добежали до Урала. Я понимаю. А мои, когда вы разделились на украинцев и русских? Разделились 150 лет назад. Ну да. В смысле гоплогрупп? А в гоплогрупп нет, происходил наоборот, процесс конвергенции шел. Если мы рассматриваем времена Кия и, допустим, Рюриковичей, пришедших в Киев, то мы наоборот рассматриваем процесс конвергенции обществ, там, в новые, уже в новую сущность, и где-то кто-то там может быть какие-то... То есть на территории Киева, на территории Киева, кто жил на территории Киева до того, куда пришли там Рюриковичи и так далее? Вроде бы сладяне-поляне. Сладяне-поляне, которые отношения к Рюриковичам не имели? Не имели. Понятно. То есть я об этом и говорю, что в некотором смысле украинцы, они коренной народ, который не был русским в смысле гаплогрупп. Нет. Вот здесь я делаю поправку. 200-300 лет назад, грубо говоря, мы объединились в силу там определенного рода обстоятельств, так сказать. Ну, просто, грубо говоря, жены и мужья поменялись и получилась у нас одна единая в некотором смысле гаплогруппа там с небольшим преимуществом того или иного. Можно я расскажу? Можно я закончу? Просто шло объединение народов. В той же Киевской области. Кто-то там еще разговаривал на неболтославянских языках. Языки меня не интересуют. Меня интересует чистая генетика. Генетика вот из того, что было, получилась помесь. Вот на сегодня, к настоящему времени. Я понимаю, что в настоящее время мы в некотором смысле можно сказать, очень похоже. Суть-то заключается в том, кто был изначально. Кто был изначально. Вопрос привязки тех же самых полян к гаплогруппам. По антропологии их придется привязать к гаплогруппе Р1А, к распространению гаплогруппы Р1А. Потому что это были четкие долихоцефалы. Это уже узкий череп. Длинноголовые. И там уже образовывалось смешанное население. И в том время, если мы говорим, если претензии выставлять вот на тот срок, это уже все равно было смешанное население. Говори. Суть-то в чем? Вот был один народ, да? Вот ты говоришь, кто там жил? Жил древний русский народ. Просто древний русский народ. От которого происходят русские, украинцы и белорусы. Все. Больше никто не происходит. Все, больше никто от этого народ не происходит. Это нормальный процесс явления. Древний русский народ. Русский народ. Древний. Ты говоришь, кто там жил? А поляки не происходят? Нет, нет. Почему? Это западные славяне. А как это кажется? Разделение произошло раньше. Лингвисты говорят, выставляют примерно 1300 лет разделение русского польского. Ну, на самом деле, разошлись пораньше. Генетики мы пока разделить не можем. Дело в том, что линии настолько перекрыты, допустим, русские украинцы, что разделить нельзя. Я опять же возвращаюсь к статье Клесова, кто делает из Украины остров. Что, дело в том, что если пытаться учитывать там субстратные проценты и оскорблять людей там из-за какой-то группы, то это, ну... Ну, это такой бред. А по статистике западные украинцы от восточных украинцев статистически отличаются? Дело в том, что юго-восточные украинцы от русских не отличаются. То есть, ну, тоже 20% содержание Н1С? Н1С там плавает в любом случае. И любая другая топлогруппа. Но там Н1С на юге четко вот поменьше. Просто вот по факту на юге... Ну, и у южных русских тоже поменьше. Ну, у южных русских там мало Н. Я не помню, 6%. Ну, не очень. Ну, все равно больше 60%. Ну, где-то в среднем, если вообще в среднем для русских считать, 14%. А если по регионам брать, допустим, поморы, там, сколько, 50-60%. Ну, он сам помор, он сам помор. А, помор. У него это 1С. Вот, кипичные, афтоктонные, кипичные. У меня все родственники по отцу жили на одном острове. Причем, когда он сдавал ТЭС, он упорно держался за R1. Да нифига ничего подобного. Я вообще за гоплогруппу Е держался. Вы что? У меня вообще анекдот был. Тогда вопрос. Нет, я надеюсь, что у нас в Украина. И дальше рассматриваем ближайшие к ней окружения. Это Венгрия, Румыния, Молдавия. И дальше там Германия. Чем они отличаются? Венгрия оказалась не слаборазличимая со славянскими населениями. Как ни удивительно, они являются, видимо, просто угрозированными. Там 5% угру все. Я не знаю, как там считали 5%. Я уже не хочу считать. Я даже не нашел ничего там такого. Я нашел. Кроме языка. Да, язык. Ну, кто-то вообще полпроцента прикидывал. Да, да, да. Вот давайте сейчас о разных вещах. Румыны, они вот четко вот выделяются. По ним было несколько анализов было хороших. Там вообще гоплогруппа Ай в основном. То есть, видимо, они как были вот такими, так и остались. Есть, есть. Есть, но Ай у них там основная. То есть, можно предположить, что если у румынов Ай, соответственно, они и были на Украине той частью, которая потом разбавилась с Айом. Это мы пока не определили, вот кто именно они были. Там несколько сейчас очень сильная конкуренция идет за Даков. Кто является их наследником? Ну, да, пусть будут. Как по мне так. Просто был лингвистический анализ, делали там, прикидывали, строение фраз. И, ну, их язык они вот, ну, и так и по глоплогруппам понятно, что они перешли на индоевропейский язык. И по лингвистике тоже видно, что по строению фраз, что, ну, это наследие от чего-то вот совершенно другого. Румыны говорят на латинском языке, потому что они... Неоднозначно. Нет, нет, сто процентов. Нет, ну, то, что они говорят сейчас, да, а дело в том, что у них слоганский субстрат сильнейший, заимствование сильнейшее. То есть испанцы, румыны говорят на латинском языке точно таком же, на котором говорят итальянцы, испанцы, португальцы. Почему? Ну, это да. Потому что во времена римской империи, там стоял римский легион, поэтому у них название румына, румана. Понимаете? Я понимаю. Язык у них? Я понимаю лингвистику. Меня интересует не лингвистика, меня интересует генетика. Для истории лингвисты тоже. Ну, за сорок точно и туда больше. Есть у них и Родина, и Родина, и все. А потом второй субклад, это Родина по всей губерсинке. Да, надо смотреть. Ну, там... Очень странный народ такой. Южные славяне вообще, кстати, Родина, Родина. Ну, это я знаю, да. Западные и восточные славяне Родина. Да, понятно. Грубо говоря, если ты проводишь геополитический раздел, то в некотором смысле Украина является пограничной страной между болтославянами и... Нет, она является типично подавляющей, если взять прямые мужские линии, прямые, то она однозначно обычная славянская страна. То есть там, да куда она отклоняется? Они от русских отклоняются... Здесь русские, может быть, отклоняются вот этим своим... В общем, 14% N и где-то, опять же, региональными изменениями какими-то относительно. А у украинцев, ну, больше гоплогруппы I. А если взять так в общем, там, по-моему, 80-90%... Ну, 80% общего получается по этим линиям. Я не вижу смысла здесь. Да, по сути, дай мне... Не, мне интересно... По генам дай мне... А, скажем, наш Северный Кавказ... Это другой вопрос. Чечня, G2... Это очень тяжелый вопрос. Была хорошая работа балановских, там, корреляция мужских вот этих линий и языков северокавказских. Вот там они очень хорошо показали, как развивались языки. Причем там взаимосвязь и гоплогрупп G, J2... G2, J2, там где-то E уже вклинивается. Но северокавказские языки, вот, четко там строение, довольно уникальные веточки, субклады этих гоплогрупп... То есть, к славянам они отношения не имеют. Нет, не имеют. И к Рюрикам тоже не имеют отношения. Там вообще нету. Там, даже если есть R1A, это восточная R1A. Укорачаевцы, Балканцы, но это восточная. За 93. Да. А насчет русских, украинцев, белорусцев, это вообще один народ. Просто один народ, который... Любой народ, даже русский, если, может быть, через 500 лет, скажет... К примеру, появится какой-нибудь народ, не знаю, там, новгородцы, питерцы, москвичи могут появиться у народа. И тоже сянут люди и скажут... А питерцы и москвичи, это... Раньше кто жил на территории? Жили русские. Я к примеру, то же самое здесь. Был древний русский народ, раскололся на украинцев, белорусцев и русских. Раскололся по... По политическим причинам. Раскололся по каким признакам? По признакам языка, культуры? Политическим, потому что те входили в речи Госполитая, государство. А здесь самостоятельно формировались, значит, на территории России. И за счет этого они и произошли с пятихунью. Я понимаю. Вот если сейчас нас взять, допустим, к примеру, Псков, не знаю, там, Воронеж, так отделить и состав Германии вести лет так на 300. Потом взять опять этих псковичей и нам в Воронеж присоединить, и тоже другие люди будут. Понимаешь? Они пожили около 300-400 лет под поляками, австрийцами. У них все равно изменилось. Я про это и говорю, что на самом деле там уже сформировалась народность, которая от русских, от славян отличается достаточно сильно. Менталитетом? Только менталитетом. А гены одни и те же. Вот простой пример. Я это и хотел выяснить. И наличием, и отсутствием 1С. А знаешь, почему? Потому что у русских просто, они присоединили, ну, Архангельская область, Бурмаск, там, где жили всегда вот эти финноугорские народы, которые постепенно... К русским они не имеют никакого отношения. Нет, они русские, это же не название генов. Нет, нет, нет. Это название народа. А какие-то финноугорские племена перешли на славянские языки и стали русскими. Там все гораздо еще один шаг был. Дело в том, что вы, вот линии Н, вероятнее всего, уже разговаривали на индоевропейских языках, вот если взять и южно-балтийские линии особенно, уже 4 тысячи лет. То есть, как раз уже попали под влияние культуры шнуровой керамики. Вот этой большой, которую распространила Р1А. Это как-то в Латыши и Литалции это говорили. Да, дело в том, что распространение... Афины... Интересное сочетание. Вот интересное сочетание. Дело в том, что распространение балтийских языков хорошо совпадает с местами, где совместно расселялись Р1А и Н1С. Вот если взять карты, это было замечено давным-давно, года 4 назад, по-моему. Но славянизация поморов началась вообще-то при Новгородской республике. Ну, если взять уже более крайние туда пограничные территории, то это, конечно, более поздние времена. Но если взять поморов, то, я думаю, там можно захватить гораздо более ранние времена. Тысяча четыре лет. Почти уверенно. Тысяча четыреста? Нет, четыре тысячи лет почти уверенно. То есть ты можешь сказать, две тысячи лет тому назад, в втором тысячелетии, до нашей эры предки поморов уже были на Европейском? Вот я вот зуб за это не дам, потому что я специально не следовал это. Потому что, по-моему, Коми и те же Карелы, они же не говорят на Европейском? Нет, не говорят. Нет, вот сегодня это Карелы говорят на Европейском языке. Настоящий метод, ну, скажем, еще 200 лет назад, даже 100 лет назад. Это, вот, латыши и литовцы, вот это вот хороший пример, где и вообще гидронемика, название речек, озерцов, всяких там. И это очень все хорошо коррелирует вот с этим расселением совместным. Р1А плюс Н1С. Вадим. Это балтийские языки, балтийские диалекты. Достоверно известно, что чуть, вот, весь народы перешли, когда Новгородская республика была создана, они стали переходить на славянские языки. То есть они говорили на финно-угорских языках. Очень долго времени. Мурома, Мещора, там, какие-то... Меря. Меря. Они очень долго говорили на финно-угорских языках. Насчет Меря я бы вот так однозначно не говорил. С их... Нет. Настоящие московиты. А вот смотри, теперь... Нет, вот с Мерей вот большой вопрос возник недавно. Дело в том, что как бы они не иранский компонент были. Это же так, да? Подожди, да. Да, ну это может быть. Вот Эрзи. И Мокша тоже. Нет, нет. Эрзи, Эрзи народ есть такой, да? А как это предоставить, что? Ну, это работа с лингвистическими данными. А, Эрзи, это лингвисты, пусть... Это может проигнатика какая-нибудь появилась, да? У Эрзи тестировали, у них в основном Р1А. Они говорят на языке финно-угорской группы. Вот обратный пример. Когда финно-угорские языки распространились, а гоплогруппы, гены у них иноевропейские. Р1А. Эрзи, у них же Р1А станет на эту подругу. За 280, да. Вот, пожалуйста. И тоже вот у меня по ДНК данным получается близкая ко мне веточка, которая давно, видимо, ушла в Финляндию. Мы добежали где-то до Урала. Нет, по YDNK моя, Р1А. Добежали до Урала. А вот тут вот гоплогруппа Н1С шла вот как раз в Финляндию в это время, 4000 лет назад. И, видимо, моих этих на то время двоюродных захватили с собой туда, в Финляндию. Ну, вот они сейчас говорят, допустим, Р1А на Финском. Ну, вот как раз я о них и говорю. Вот их по дороге вот захватили, вот не знаю. Ну, у них есть Р1А, есть. 5%? Да. Понятно, они на Финолгорском говорят сейчас. А это древние, да, Финолгорского, это 1 на 1 у них вот эти 5%, да, получается? То есть это не наследие Российской империи? Нет, 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 вот интересно получается, что нет. Это еще до русских. То есть до русских точно. Финны с русским не смешивались. Смотри, вот у него ветка такая, Брадим, просто он не говорит. У него очень древний Z280. У него Z280 у него, это же тоже древний снег. Вот помните, мы говорили же, там делятся все это. Вот у него, значит, там идет, как у тебя есть, CTS-1211? Да, да. Он у тебя в минусе, да? Нет, этот положительный. Вот. Там идет у него один из потомков CTS-1211, да? И большинство, где-то там, не знаю, большинство, очень большая, огромная популяция, потомки одного из его сыновей, который назывался CTS-3402, правильно, да? Да, да, да. А у него этого СНИПа нет, понимаешь, у него очень древняя линия идет. И вот эта же линия есть у финнов. То есть это, еще раз подтверждает, что, вот его точку зрения, что когда финны двигались, предки финнов двигались с Урала в сторону Финляндии, встречались с его родом, встречались с его родом, забрали часть людей, его оставили. Да, наша линия осталась на Урале и стала даганерами. Нет, там часть тряси. А ты, чтобы он вас узнает, что ты с Уралом? Ну, вот теперь... Там есть просто один род, с которым очень сильно проверить. Сейчас надо СНИПы проделать, чтобы не было гомоплазии. Вот у меня с одним башкирским родом происхождение общий предок 1600 лет назад. У нас один предок, который жил 1600 лет назад. Это просто говорит о том, что тогда еще не было башкир, просто на Урале они жили всегда, жили там, во своих языках развивали. Арксаланы там, Аллаты, все. Ну, в этом я на тебя полностью полагаюсь. Что, Арксаланы? Ну, сарманские племена жили огромные, они делились на несколько родов. Вот у него, скорее всего, предки были связаны с так называемыми. Ну что, еще какие-нибудь данные вопросы будут по этому поводу? Ну, давайте тогда... Делаем первый, вы приходите к полюбинатике.